Всем привет! Сегодня приготовим необычный салат-закуску в виде цветка. Приготовление максимально простое, а результат потрясающий. Ярко, необычно и очень красиво. Длинный огурец нарезаем тонкими пластинками. Нарезать лучше всего овощечисткой, так полоски получаются максимально тонкими и хорошо гнутся. В процессе нарезания огурец переворачиваем. Полоски из центральной части огурца, где много семечек, не подходят, так как они рвутся. Мне для закуски понадобилось 2 длинных огурца. Берем 300 грамм уже готовой морковки по-корейски. Разрезаем ее несколько раз на более мелкие кусочки. Складываем салат-закуску. На большое плоское блюдо выставляем пластинку огурца. Кладем подготовленную морковь по-корейски. Заворачиваем огурец. Получился вот такой лепесток. Снова ставим пластинку из огурца и заполняем ее морковкой. В каждую пластинку огурца кладем примерно 2-3 столовых ложки морковки. Таким методом складываем весь салат. У меня получилось 9 лепестков на блюде диаметром 26 см. Один помидор разрезаем пополам. Одну из половинок помидора нарезаем тонкими пластинками. Пластинки помидора равномерно сдвигаем, чтобы получилась вот такая лента. Аккуратно все скручиваем в цветок. Цветок из помидора ставим в центр салата. По желанию центр салата можно украсить помидором, нарезав его небольшими кубиками. Блюдо готово, можно подавать на стол. Салат-закуска цветок получилась очень красивой и эффектной. Готовится просто и достаточно быстро. Такое блюдо прекрасно подходит для любого праздничного стола. Второй приготовим красивую закуску со шпротами. Это отличная и необычная альтернатива бутербродам. Приготовление несложное и продукты доступные. Сначала подготовим хлеб. Кладем кусочек хлеба на доску и раскатываем его скалкой. Для этой закуски хорошо подходит тостерный хлеб. Если хлеб недостаточно мягкий, плохо раскатывается и крошится, положите его в микроволновку на несколько секунд, чтобы он стал теплым и мягким. Я ставлю греться сразу по 2 кусочка на 10 секунд. Раскатанный хлеб разрезаем по диагонали на 2 треугольника. Каждый треугольник сворачиваем и скрепляем 2 конца хлеба зубочисткой. Скреплять нужно в более плотных местах, там где находится хлебная корочка. Подготовленный хлеб выставляем на тарелку. Все ставим в микроволновку на 2 минуты. Сразу же с тарелки хлеб переставляем на деревянную доску. Это нужно сделать обязательно, чтобы хлеб не отсырел и был хрустящим. С уже остывшего хлеба аккуратно вынимаем зубочистки. Готовим начинку. 80 г сыра трем на мелкой терке. К тертому сыру через пресс выдавливаем 1 зубчик чеснока. Добавляем майонез и хорошо перемешиваем. Лист салата разрезаем на небольшие треугольнички. Помидоры черри разрезаем вдоль на 4 части. Складываем закуску. Каждый подготовленный кусочек хлеба смазываем приготовленной сырной начинкой. На сыр кладем кусочек листа салата. На него выкладываем одну шпроту. И сбоку кладем четвертинку помидора. Таким методом складываем все закуски. Закуски красиво выставляем на блюдо и подаем на стол. Закуска получилась оригинальной, красивой и очень вкусной. Готовится из самых обычных продуктов и отлично заменяет бутерброды на праздничном столе. Третий приготовим к закуску пенечки. Приготовление очень быстрое и продукты максимально доступные. Один французский багет разрезаем на кусочки высотой примерно 2-3 см. Чем тоньше багет, тем выше делайте кусочки, чтобы поместилось больше начинки. В каждом ломтике частично вынимаем мякоть, донышко должно остаться. Оставшийся в середине мякиш утрамбовываем ложкой. Должна получиться как бы корзиночка. Готовим начинку. 500 г шампиньонов моем, разрезаем пополам и нарезаем произвольными кусочками. Одну луковицу нарезаем кубиками. На горячую сковороду выкладываем нарезанные грибы. Готовим на большом огне, периодически перемешивая, до испарения всей жидкости. Когда вся жидкость испарилась, наливаем немного растительного масла. Кладем нарезанный лук. Обжариваем грибы с луком на среднем огне. В конце все солим по вкусу и перчим черным молотым перцем. Снимаем начинку с огня. Уже подготовленные кусочки из багета выставляем на противень от духовки. Приготовленной начинкой заполняем пенечки из багета. 100 г сыра трем на мелкой терке. Сыр нужно брать такой, который хорошо плавится. Тертым сыром посыпаем все пенечки. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 10 минут. Сыр должен расплавиться, а багет подсохнет сверху и станет хрустящим. Закуска пенечки готова. Блюдо, на котором будем подавать закуску, украшаем листьями салата. Выставляем готовую закуску. Из этого количества начинки у меня получилось 16 пенечков с начинкой. Закуска пенечки получилась очень вкусной и сытной. Готовится просто и достаточно быстро. Она прекрасно подходит на любой праздничный стол. Четвертый приготовим закуску грибочки в беконе. Готовится она просто и очень быстро. Такая закуска отлично подходит для любого праздничного стола. Приготовить ее сможет каждый. 350 г шампиньонов кладем в миску. Грибы немного солим и перчим черным молотым перцем. Для закуски нужно выбирать грибы среднего размера. Все перемешиваем. Берем копченый бекон, нарезанный пластинками, и срезаем у него шкурку, если она есть. Пластинок бекона должно быть столько же, сколько и грибов. У меня получилось 11 штук. Каждый подготовленный грибочек заматываем в полоску бекона. Концы бекона закрепляем деревянной зубочисткой. Таким методом заворачиваем все грибы. Подготовленные шампиньоны переставляем в форму для выпечки. 50 г сыра трем на мелкой терке. Тертым сыром посыпаем сверху грибы в беконе. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов, запекаем приблизительно 15 минут. Горячую закуску достаем из духовки и сразу же вынимаем зубочистки. Блюдо, на котором будем подавать закуску, украшаем листьями салата. Закуску с грибами выкладываем на блюдо и подаем на стол. Закуска грибочки в беконе получилась очень вкусной и красивой. Готовится легко и достаточно быстро. Приготовить такую закуску сможет каждый. Шампиньоны в беконе вкусные как в теплом, так и в холодном виде. Пятыми приготовим маринованные овощи. Это блюдо отлично подходит для приготовления за день до торжества. Получается очень вкусным и легким. Также оно отлично подходит вместо салата на каждый день. Сначала приготовим маринад. В сотейник наливаем 500 мл воды. Насыпаем 150 г сахара. Насыпаем 1 столовую ложку соли. Наливаем 100 мл растительного масла. И 100 мл уксуса. Я использую яблочный 6%. Сюда же насыпаем 1 столовую ложку молотого кориандра. 1 чайную ложку приправы кари. Все ставим на огонь. Как только смесь закипит, снимаем ее с огня и оставляем остывать. Маринад уже остыл до комнатной температуры. Добавляем к нему 3 зубчика чеснока, пропуская его через пресс. Все перемешиваем. Теперь подготовим овощи. 400 г шампиньонов моем и нарезаем на половинки или четвертинки. Если грибы маленькие, то разрезать их не нужно. Две морковки разрезаем сначала вдоль на пластинки, а затем пластинки нарезаем брусочками. В кастрюлю с кипящей водой кладем нарезанную морковь. И грибы. Варим ровно 5 минут с момента погружения в кипяток. Приготовленные овощи вынимаем сразу же и откидываем на дуршлаг. Теперь нужно отварить капусту. Она у меня большими соцветиями. Я ее немного разморозила и разрезаю на более мелкие куски. Подготовленную капусту кладем в кипящую воду. Варим 2 минуты. Пока готовится брокколи, подготавливаем ледяную воду. Сразу же с кипятка капусту перекладываем в ледяную воду. Это делается для того, чтобы она осталась красивого яркого зеленого цвета. Точно так же 2 минуты отвариваем 400 грамм замороженной цветной капусты. Не забывайте, что класть овощи нужно в кипящую воду и засекаем 2 минуты от момента погружения овощей в воду. И отвариваем 400 грамм замороженной смеси перцев. Овощи вынимаем из кипятка и даем им остыть. В большую емкость складываем подготовленные грибы с морковкой, цветную капусту, капусту брокколи и сладкий перец. Все заливаем приготовленным и уже остывшим маринадом. Аккуратно перемешиваем. Миску накрываем крышкой и ставим все мариноваться минимум на 6 часов, а лучше на ночь. Прошла ночь, маринованные овощи готовы, можно подавать на стол. Маринованные овощи получились очень вкусными и красивыми. Готовятся просто и очень нравятся гостям. Также вместо замороженных овощей можно использовать свежие, но тогда их нужно немного дольше отварить. Обязательно их приготовьте, это очень вкусно. Если вам понравились такие закуски, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok